Царю Небесным, утешителю души истинной, иже везде Сын, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди вселися вны и очистины от всяких скверных, спаси блажей души наши. Конечно, самое главное в нашей жизни – это забота по печенью о спасении души. Сколько драгоценнейших слов Божиих нам возвещено в проповеди Евангелия Христова. Даже вот возьмем хотя бы, ну, как Господь уподобляет, Царство Небесное, говорит, вышел сеятель сеять, иной упал при дороге, иной на каменистую почву, иной в тернии, иной на доброе. Вот этот образ, который подобие Царства Небесного, который Господь предлагает, по сути дела, ну, всех людей касается, потому что все мы, как бы, представляем, иной, как дорога, иной, как душа у Него, как земля каменистая, другой погряз, суете, вот эта терния, забота, хлопота житейская. У Иного есть здесь сердце что-то доброе. Очень это важно для нас, внимательно рассмотреть сердце своё, душу свою, и посмотреть, какая там земля. Может ли на этой земле, на сердце, семя, Слово Божие произрасти, дать всходы, колос, зерно. Всё зависит от того, какая земля сердечная. И смотрите, самое, вот в этом поучении Господнем, самое страшное, когда у человека сердце, как проходная дорога. всё там, и налево, и направо, и ходят, и люди, и так, и всё, и назови там, и транспорт, и всё, что такая дорога. Как там ты посеешь? Да, но сеет Господь, вышел сеять, и сеять всех. Ну, от тебя зависит, какая твоя дорога, как ты её там, земля сердечная. Что там на дороге вырастет? Нет. Потому и Господь говорит, на такую почву, на такое сердце, самое драгоценнейшее, хотя бы было семя, Слово Божие, упадёт оно, тотчас сатана похищает его. Говорит, птицы прилетают и клюют, а как оно тут сильно может на этой дороге прорасти? И сколько тут бывает столько среди нас общества человеческого, людей, у которых действительно душа, как дорога. и сколько слышится, и Слово Божие произносится, и оно не вмещается, совершенно не вмещается. И тотчас сатана приходит и похищает это семя. Посмотрите, если человек долго не думает, говорит, Бога нету. Что это такое? Вселенная бесконечна. Это он узнал, как-то промерил, что она бесконечная. Каким-то образом почему-то решил. Хотя это не какая-то наука, если она бесконечна, значит непостижима. А он решил, что это такое? Да это проходная дорога. Болтает, не знаю, что там может быть. Какое там может быть рассуждение, какое там быть понятие. Понятие, слышите? Потому что всё наше сердце, мышление, оно складано из тех или иных понятий. Понятия. Вот мы говорим на русском языке, а сколько народов на земле на разных языках говорят. Но понятия-то одни и те же излагают, только другими языками. А самое главное – понятия. Бога нет, говорит. А слово Божие, говорит, безумны. Речи безумны, сердце нест Бог. Да. А что вселенная бесконечна, что тут раз, говорит, как он это умудрился так всё это проверить, пролететь, что как это может позднее. Раз бесконечна, значит непостижима. Ну, видите, получается уже и понятия складываются какие-то безумные, нелогичные. Ну, как там вместиться? Семя, Слово Божие, как оно там взойдёт? Определиться в какое-то понятие, в какой-то взгляд истины, разумения, истины, правды, добра, поведения, нравственного, соответствующего. Когда с самого начала, только там что-то появилось, враг похищает. Всё-кое понятие истины, добра. Каменистая земля. Ну, скажем, немного почвы там есть. Господь говорит, вот семя упало, принимает человека с радостью, но, поскольку земля каменистая, семя корень даёт, а там камень. Солнце зашло, камень. О чём? Вот мы даже порассудили, что это такое корень? Какая важная вещь, что у семени корень. Лечу корень. Чтоб водичку добывать. А там камень. Солнце взошло, засохло. А корень, вот и в нашей вере. Семя положено, семя, сердце твоё, дайте ему почву, чтобы она была доступна, для корешка водичка. Вода жизни, жажды, да грядет ко мне и да пиет. Как, что у тебя семь будет пить, когда у него каменистая земля, у неё корень. Она и пускает корень, а до воды не достигает. О каменелое сердце. Вот видите, проследить за... Всё это нам Господь для того, это говорит, чтобы мы, каждый, могли бы вот в сердце своё посмотреть и порассудить. И опять же, если есть Господь, мы сердцем признаём своей природой благоразумно, обратиться к Господу за помощью. Даже дорога будет. А если обратиться человек, то и дорогу можно перенести, а здесь пахотную землю сделать на другое место там. Всё это можно, если она не там, неудобно расположена. Всё можно сделать с Божьей помощью. Каменистую землю, сколько я знаю, можно перекопать, камни выбросить, всё будет произрастать, всё. Потрудиться надо. Также много в нашей жизни вот эти попечения, заботы, хлопоты, суета житейская, увлечение богатством, Господь говорит, да, а жизнь идёт. всё. И качается. Что посеешь, то пожнёшь. Всем нам подобает явиться, апостол говорит, на суд Христов. да, каждый воспримет по делам своим то, что с телом своим сделал или добро, или худо. То есть, с телом идёт время, а человек своё тело направляет работать в какой-то вещи, которые в будущем ему не только не пригодятся, а даже могут послужить в осуждении. И поэтому, как говорит, искупуйте время, то есть, испытывайте время. Я говорю, не лукавый. Кажется нам, вот мы здесь живём, кажется, так будет продолжаться. Нет, не надо обманывать, мы наглядно все видим, знаем. Нет. Жизнь человека определённая, как говорит, а еще 70, а еще в силу 80 лет и множит труд и болезнь. Слушайте, надо слушать Слово Божие, а не так, как кажется мне, я вот тот, тот, тот. Нет. Опять требуется что? Вот твоё собственное понятие, которое по дару Божию, которое нам Бог дал, разум природный, понимать просто. Да, придёт час смерти, а что ты сделал? Ну, увлёкся богатством, Господь, да хоть ты весь мир приобретёшь, а души своей повредишь, ну и что, проку ты из этого, ничего ты не приобрел. И это надо слышать, и сядцем хранением хранить своё сердце, свой ум, ум, око ума сердечное, око ума, что это? Это зрение, дар Божий, зрение и разумение истины, и слово Божие. Оно нам даёт освящение и спасение. Господь молится Отцу Небесному, святи их истинною Твоею, как истинно, и объясняет, слово Твое истина, слово. Вот, и опять я хочу и здесь вот напомнить, я уже где-то сегодня, вчера, раз в два, например, преподобная Мария Египетская, которая наша, одна из наших оптинских молитвенец, покровительниц, да, какая была у ней такая греховная жизнь, а потом, как она обратилась в пустыне, одна, желая это страшно себе представить, это только по кровам Божьим, по защиту Божьей, и что поразительно, она, Бог дал ей такое дарование, священное Писание знало, на память, откуда, кто ее научил, конечно, это дар Божий, подобно тому, как вот равнопостальная Нина, только вступила на землю Иверскую, тотчас начала говорить на грузинском языке, как это она так сразу умудрила, Бог все может, а вот я вот хочется спросить, а вот зачем же нужно было преподобу Марии Египетской все священное Писание знать на память, она одна в пустыне, ну, апостоль Нина проповедовала, ну, допустим, мы тут живем в миру, там нам надо кому-то тот, тот сказать, а зачем же Марии Египетской надо было знать это священное Писание, на память знал, представляете, как Бог дал ей, ну, зачем? Именем Господнем противля все им, именем Господнем противля все им, борьба. Ой, не совсем я, ты погромче говори. Ну, брани невидимой, а? Словом Божьим брани невидимой. Ну, сколько у нас-то брани, вот, с кем там брани, ну, что, с кем она там, нет, надо вот пояснее, поточнее. Зачем вот ей надо было Словом Божьем, значит, все знал. Не хлебом единым, наверное. А? Не хлебом единым, но Словом Божьим будет питаться. Да это понятно, конечно, питалась она, ну, знаете, а уж нам-то было, тем более надо было здесь-то. Ну. Может, просто для примера? Ну, конечно, может и для примера, но я об этом и спрашиваю, в чем пример-то состоит? Что она научала идти, научал, как правильно идти. А кому научала? Там звери вокруг нее, там скорпионы, змеи, как сказать. Конечно, они видели, да, у ней благодать, истина, они не трогали, покорялись ей. Ну, это одно, вот все-таки людей-то вокруг никого не было. Я пытался обмануть этот образ, глухал, какие-то мысли в голову. Ну, все-все, так сказать, это около, это так, хорошенечко запомни. Слово Божие здесь на земле нами усваивается для того, чтобы оно с нами было вовеки. Оно не здесь столько нужно, а пойдет с нами за гробом. Если ты здесь, так как заповеди блаженства, ну, я здесь спрашиваю, вот даже на клиросе поет там, ну, заповеди блаженства чуть-то запутан потом. Блажение чистее сердцем, якуте и насытится. Богу утрет, поет, а в душу не вкладывается, в памяти нет. Скажите, только заповеди блаженства, а я свое священное писание. И Слово Божие, это наше вовеки с Богом общение, причастие божественного естества, как апостол учат. Если здесь человек упражняется, оно с тобой пойдет, а если ты здесь несколько слов чего-то знаешь, да, а пока с телом, да, а потом думает, а там сейчас мне сразу все будет, все писание сразу будет ясно. Ну, нет уж, что посеял его, да, то с тобой пойдет, да, а Слово Божие, как Господь-то говорит, слова, которые я вам говорю, суть духа и жизнь, вот, то есть Слово, которое в нас, в сердце, воспринято, как семя, божественное, да, в нем дух и жизнь. Ну, хорошо, несколько семечек у тебя там взошло, ну, все-таки, ладно, собрал с поля там 3-4 колоса, ну, питаться в вечной жизни все-таки маловато, наверное, а когда будет у тебя целое поле, там, ну, по-другому, а человек вот думает, что, да, все читает, читает, а вот как-то до закона Божия, до заповедей Божия все как-то непонятно, да, это ладно, я Евангелие читаю, да, я это, сказать, апостола читаю, там, по главе, по той, да, ну, даже иной говорит, а я, говорит, много память знаю, даже и этого-то еще мало, нам надо не только что побольше знать, как Господь говорит, жажды, да грядет ко мне и да пьет, что пьет-то слова воду, жизнь, слова Божие, жаждущий, так смотря, и тоже, мы все, как говорится, каждый человек жаждет, но только один жаждет настоящей воды, а другой хлеба, помойку, вот у него, жажды вроде и нету, нахлебался там помойки, да, а потом, что он там, после смерти, что у него будет, да, так и будет эта помойка у него все время, а он будет мучиться уже, да, только нам надо это вот в жизни, Слово Божие, как можно усерднее изучать, но и исполнять, бесы, сатана, все знают, писание, даже смотрите, в пустыне, скушал его, чем? Законом, как он знает, да, а в истине не стоит, а нам надо, как Господь говорит, жаждет, да, и допиет, то есть внутрь себя, он жаждет и пьет ее, то есть исполняет и наполняет себя, да, а не то, что там, ну, хорошо, целое там ведро воды, все, там, слушай, ну, ты же его не пьешь, ты только ходишь с этим ведром и будешь показывать, вот, целое ведро, все это, а кто у тебя там, тараканы все там повыпили, там, может, кто-нибудь там это, вот, жаждой, да, грядет, идет, ко Христу, ко Нему, а не от Него, и допиет, то есть сердце свое, душу свою питает, слово, то есть исполняет, имеет в себе жизнь, вот, потому преподобный Марий, она показывает, значит, нужно было, Господь ей дал, почему, здесь на земле, за ее труды, за такие тяжелейшие подвиги, которые, пока я, она несла, получила такой дар, который уже, говорит, собирайте себе сокровища не на земле, а вот на небе, вот оно, сокровище, оно там будет уже нужно, для вечной жизни, а его надо здесь собирать, здесь, а то часто, чисто приходится, вот, напоминать, я читаю, я читаю, то, то, что спрашиваешь, говорю, даже простые какие-то, даже спрашиваешь заповеди, а, и заповеди блаженства, ну, слушайте, в священном писании, сколько заповедей, всякое повеление, это уже заповедь, да, ну, ну, не судите, да не судим и будьте, это повеление, ну, так, значит, все, а как начали мы сейчас читать, и все, если повеление выписывать, мне тут приходил, все время в лавре, он сидит, то есть, мы писали там, как начали эти заповеди, отыскивай, так, не до конца, не до сотни, и это заповеди, и это заповеди, а другая еще одна другую поясняет, да, значит, надо побольше знать, поучаться в законе Господнем, день и ночь, потому что ночью перед глазами книгу, что ли, будешь держать, а сплю, пророк Давид говорит, а сердце мое бдит, смотрите, важно, исполнять закон, запоминать, это и есть как раз бдительность, о которой Господь требует, говорит, бдите и молитесь, а если бдительности не будет, и молитва тебя не спасет, сам Господь говорит, да, не всякий глагол еще мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, ну, исполняющий волю Отца Небесного, где она, в словах Божьих, в словах истины, да, и говорит, что вы меня зовете, Господи, Господи, не творите, я же глаголю, значит, он что говорит-то, нам надо же творить, надо знать, вот у Господи, Господи, и бывает такое, что и молитва Иисусова, и прям там тысячи, а заповеди, не знаю, и это ненадежно, и услышит в свое время, Господь говорит, отойдите, не знаю вас, да, Господи, перед тобой ели, пили там, чудеса какие-то творили, там бесов изгоняли, отойдите, я вас не знаю, я вас не знаю, закона не знаю, у вас нету, в сердце закона, там ничего не выросло, закон Божий, заповеди Господни, Слово Божие, для этого именно, Господь, говорит, на сие родился, на сие пришел в мир, да свидетельствую истину, истину возьми, истину, а еще кто исполняет Слово Мое, исполняете, говорит, воистину ученицы Мои будете, ну слушайте, вот мы даже хотя бы здесь несколько собрались, да, ну кто мы, ну должны же быть учениками-то, Божиими, Христовыми, а как мы Божиим, говорит, только исполняет Слово, будете и Моими учениками, и познаете истину, а истина освободит вас, истина освобождает человека, а что, она очищает, а греха освещает, по тому же учению Слова Божия из древних времен, ну, вот это наше, конечно, ну все это, как сказать, ну кратко, ну повторять приходится, хотя может быть, как-то мы уже и говорили, ну люди меняют, но все-таки, как-то знать об этом надо, и заставлять себя, и опять я говорю, что значит заставлять, Господи, и жаждай, как жаждущий, вот он не может, дайте ему скорее воды, он ищет, да, ну, а тут если, сказать, нахлебался какой-то там, помойки, а потом его силком в это ведро, он нос не сует, ему неинтересно, он, значит, да, жаждущий, кто имеет, Господь говорит, тому дано будет, а кто не имеет, отнимется то, что думает иметь, что имеет, да вот эту любовь, к Слову Божию, к истине, кто жаждет, вот и жажду имеет, жаждет, да глядет ко мне, да пиет, вот имеет, тому дано будет, что будет дано, сокровище, на небесах, какое преподобное, Мария, прямоегипетская, все Слово Божие знал, но это не просто, она только знала, она ее имела, имела самой дух и жизнь, не так, как бесу сатана, только одно, мертвое знание, да, а сами в истине не стоят, да, а нам надо стоять в истине, пьешь, и чувствуй здравость, когда ты настоящей, живой воды, Слово Божие напитал себя, человек совсем по-другому, в духе себя чувствует, в нем пребывает дух Христов, а без духа Христова невозможно войти в Царство Небесное, кто духа Христова не имеет, тот Слово Божие говорит, тот не его, тот не принадлежит, он удаляется, сам удаляется от Бога, и идет, ну, 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 ладно, ну, может, какие-то там еще что у нас. А что делать с людьми, с такими, у которых седшая дорога? Как жить с людьми, у которых вместо седшая дорога, близкими людьми? Как быть? Ну, как жить с ними. Я вопроса не пойду, что значит, как жить? Ну, вот, допустим, мы над своим сердцем работаем, да, чтобы была почва благодатная, да, а есть люди рядом, ну, любимые, скажем так, и у них там камни, и очень тяжело с ними жить по этому поводу. Как вот нам их, как бы, оживить-то? Ну, опять мы должны обращаться к Слову Божию. Ну, опять, ну, на это, хотя ведь нужно, сказать, пространно что-то говорить, но есть просто. Ну, и Господь говорит, друг друга, тяготы, носите, и таким образом исполните закон Христов. Слышите? О, там закон. Это рядышком жить и друг друга тяготы носить. Тебе жалко, и любимые, скажут люди. Ну, как же ж? И церковь, скажите, во всем мире, сколько разных людей, и атеисты, и, ну, прямо уж, прямо сатанисты. Он говорит, Господи, о мире всего мира. О мире всего мира. О властях и воинстве. А кто там у властей и воинствий? Вот подумайте. Так церковь даже не разбирает и не говорит. Кто? Мы их по именам не поминаем, конечно, на Проскомиде, но помолиться, пожелать всем добра, чтобы Господь коснулся за наши молитвы, за нашу любовь. Вот ты говоришь, да? Мы верим, что Господь, касается сердца. Оно умягчается, и каменистые. Из-за молитвы церкви многие люди обращаются, и все свои каменистые сердца умягчают, да? А если они совсем не молятся, слушайте, и наша совесть скажет, где же ты, любовь? С тобой рядом жили, да? Которым требовалась молитва. И ты же, сказать о себе, скажи, что у тебя все в порядке, что ли? Тоже, наверное, желаю, чтобы кто-то за тебя помолился, так или не так? Ну, так вот, и апостол Павел даже просил молитв. Значит, мы все взаимно нуждаемся в молитве. Там и говорит, друг друга тяготы носите, молитесь друг за друга, якобы исцелеете. Ну, потому, как сказать, если вот отделить всех от этого, такая и такая, нет. Это значит, как апостол говорит, нам подобало из этого мира выйти. Нет, говорит, нам подобает жить и, как говорится, друг за друга нести тяготы. И знаете, бывает, мы считаем, что что-то мы хорошие и не понимаем. А мы, может, так сказать, еще стоим как-то, да, вере в истине за молитвы. Знаете, где-то кто-то еще молится, да, и даже, может, не понимаем, это еще не за нашей. Значит, надо друг друга тяготы носить и молиться друг за друга. Общецерковная молитва. Если домашние, ближние, апостол говорит, кто о своих, особенно о домашних, о своих, то есть по вере, о домашней, вот, ну, ближние твое, не печется, если, говорит, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вот видите, как, вот как жить-то. Опять как, по слову Божию, не то, что вот я, вот так, ну, смотри, он уже научает, а раз научает, уже нам легче и даже отрадно. И кажется, тяжело-тяжело, а когда-то услышал, о, да ладно, все это окажется, как-то просто. И даже отрадно, и даже думаешь, здесь радость какая-то, за молитвой, подумай только, может, Господь помилует, какая-то радость, душа будет спасена, послушайте, да можно ли, если за твою молитву, за твою любовь, кто-то, сказать, тебя Господь спас, а тебя, когда человек другого спасает, смотри, как апостол Иллиаков говорит, обрати вы грешника, от заблуждения пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов своих, когда ты печешься ближним. Смотрите, как это отрадно получается, ну, как нам жить друг без друга, так Господь устроит, что мы друг дружке, чем-то помогать. Ну, даже какой-то посторонний, каждый человек, едете вы в автобусе, там сидит шофер, а он, ну, кто его знает, есть ли у Веры, нет, слушайте, но он же тебя везет, да, и ты едешь спокойно, что тебя везет, и он не хочет тебя куда-то в куветку вернуть, или что-то такое, да, значит, что-то такое мы друг другу, так или иначе, как-то в добром, как-то содействуем. Ну, друг друга тяготы носите, ну-ка, так, помолюсь, Господи, сам ты видишь, яви, Господи, милость свою, сам ты знаешь, как, всякому человеку, Господь всем человекам хочет спастись, и в разум истины прийти, всем, значит, и мы должны этого хотеть, как Господь, в нас должны быть чувствования, как говорит апостол, такие же, как во Христе, а Христос всем хочет спастись, и мы должны этого хотеть, тогда Христос в нас, а в нас, значит, Он поможет услышать наше желание, любовь, молитву, но это пусть Господь сделает, а наше дело, ну, что мы можем, где мы возьмем, даже, даже, слово истинное, ведь не всякий же человек, с детства, какой-то юный возраст, еще, чтобы духовно возрастал, для этого требуется и времени, возраст, не сразу это приходит, да, в какую-то меру, да, он, а у другого-то, а может, ума нет, вот мы помолимся, Царица Небесная, чтобы она помогла, окраденная умом, покрыла, молитвенная, да, а что, как ума не хватает, ну, надо хоть добавить, а иногда у тебя ума не хватает, тебе кто что-то подскажет, да, и вот это драгоценно, это что? Церковь, сказать, церковь есть тело Христова, а мы члены, да, и потому глава, один Христос, да, болит ли, все тело страдает, да, что такое, все хорошо, все тело, так и у нас, друг дружку, должны мы, сказать, соболезно, сочу, тогда будет во Христе, все тело, церковные, всякие, все люди, отдельности, все хорошо, вот, ну, что же теперь тебе делать-то, тебе как звать? Антон. Антон, ну, вот, ну, что тебе делать-то, вокруг тебя все каменистые дороги, там, как, или как? Ну, что, молиться за них, чтобы у них все было хорошо. Слушай, помолиться, мне кажется, тебе помолиться-то одно, тебе, по-моему, трактор надо приобрести, чтобы там перепахаться, эти дороги, да? Ну, да. А вот где вот его добыть-то? Примером личным показывать. А как это пример-то показать? Что это за трактор такой? Это Слово Божие. Ну, да, Слово Божие. Ну, 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 приобретай. Такую технику, да, так сказать, духовную. Вот когда будешь, смотришь, где-нибудь проедешь на тракторе по этой дороге, глядишь, дорога там, земля показала. Еще тут вопрос, захотят ли слушать меня? А? Захотят ли слушать меня? Захотят ли путить трактор на своей дороге? А мы же только что вспоминаем, вот то, что поучение Господа вышло, сеятель сеет, твое дело сеять, наше дело. Да. Потому и говорит, а там полос там сеял, там другой там поливал, но взращивает все Бог. И Господь говорит, я стою у двери и стучу. А услышать или отворить дверь, это дело свободы. Каждого не преневоливает. Наше дело, любовь требует сказать, сделать все полюбие от нас, зависящие. Вот это все требует. Больше мы ничего не можем. Дальше это будет как насилие какое, да, но то, что от нас возможно, требуется. Больше мы ничего. Мы можем поплакать, можем переживать. Вот бывает материнская молитва, как сказать, мать страдает, может со дна адовы возводить. Видите, как это возможно, но требует все-таки и произволение свободное каждого в отдельности человека. Но за молитву Господь может и коснуться этой вот из земли, когда сам не может человек, а за молитву за любовь ближних друг за друга все Господь содействует. Ну не слышит, а за молитву может когда-то что-то и услышит. Пусть хоть сколько возможно, да, но все-таки будет что-то сказать. Уж не так, чтобы... Что Господь даст, уповая на Господу Богу. Вот то, что от всех нас элементарно требуется, только чтобы не быть равнодушными и тепло-хладными ближнему, да. А сказать, Бог есть любовь, пребывающая в любви, в Боге пребывает, да. Как ты, говорит, можешь любить Бога, ян богослов, которого не видишь, если ближний, который перед тобой, не любишь. Вот. Возлюби ближнего, говорит, как самого себя. Вот. А самого себя любить, это наша любовь к Богу. Вот наша любовь к себе. Вот. Если мы без Бога к себя любим, это эгоизм, самолюбие называется, это грех. Откуда рождается. Ну, что же теперь, Антон, делать тебе? Ну, я уже понял, о чем мы делаем. Ну, да, дай Бог, чтобы с Божьей помощью только вот и молиться, и любовь, и к Господу, и к Богу иметь, и к ближнему, и к домашнему своим, да, и к самому себе. Что это? Любить себя, это значит, любить Бога. Если ты только от Бога начал только обратить внимание на себя, старец Макарий Обстинский говорит, зачем грех начался? Сатана, греха не было. Был светоносный, одаренный. В какой-то момент преподобный Макарий говорит, он обратил внимание на себя, и залюбовался собой. И тотчас сошел с ума, говорит, кем ты любуешься, себя собой, а кто ты, ты что, сам себя, прям сам себя создал, произвел или ты кто, без Бога? Это уже признак сумасшествия. А там уже пошла и гордыня, и высокоумие, и что там только не будет. Эгоизм. Любить себя, только, всяк заключается в любви к Богу. Любишь Бога, значит, ты любишь себя. Да. Нет у тебя любви к Богу. Значит, ты себя не будешь, ты удаляешься от Бога. Вся наша радость быть с Богом. Или, говорит, ближнего, как самого себя. Себя ты любишь, твоя любовь к Богу, значит, желаешь, и ближний к Богу приходил. Вот настоящая любовь. И забота наша, о чем, о ближнем, о всех людях. Бог всем хочет спастись. Ну, что ли, быть с Богом. Вот наше спасение рад. Вот. Вот так всем нам подобает. А иначе, что ж мы из мира выйдем? Или что ж, в отделе? Кто дорога? Все дороги, все дороги в одну сторону. А как нам-то быть? Ну, нет, нам определено, ой, жить вот в этом мире. Да. Что возможно? Упражняться, увидеть свои грехи. Господь говорит, в мире скорбны будете, но дерзайте, як вас победив мир. Господь победит. Значит, мы можем с Божьей помощью жить в этом мире, как бы это ни было. Там дороги, камни, там еще. Он говорит, дерзайте. Я к вас победив мир. Князь мира сего осужден. Что там, эти страхи там такой нет. Нам дано оружие. Крест Господень, а крест Господень значит и сам должен нести. Крест нес и нам. Кто идет за мной и не несет креста своего, не достоин меня. А нести крест, это вот как раз и есть любовь к Богу, исполнение закона Божьего. заповеди. Потому что каждую заповедь надо как-то телесно потрудиться себе, понудить, нести свой крест. Пока мы еще в теле, дорожить. Потому что душа вышла из тела, кончились твои, как говорится, купля-продажи, деятельность. да, все. С телом. Надо тело свое, с одной стороны, как говорится, не расслаблять, не разлинять, но и, как говорит, напрасно не измождать по каким-то худым, суетным делам. А стараться с Божьей помощью, просить его, чтобы тело наше параллельно с душою работало во имя Божьей, во славу Божьей собирать себе сокровища на небесах. Вот. Не здесь, а на небесах. Вот. А здесь вот труд во имя Божьей, во славу Божьей. Батюшка, а что есть венчание? А? Что есть венчание? Не сам процесс, как таинство, а вот в дальнейшем по жизни, вот в плане отношения и я. Ну, венчание, то имеется сказать, венчание, бракосочетание в христианском понимании. Да, это понятно. А вот в отношении ответственности, да, ответственность, наверное, для себя. Ну, как бы сказать, это же из древних времен, от самого сотворения Господь сотворил Еву от ребра Адама, да, сказал, вот сотворим помощницу, да. Значит, вот мы видим, что? Вот на все это, если мы будем смотреть внимательно, да, что это такое? Во-первых, ну, мы с церкви, это таинство брака, да, таинство, это одно из семи таинств, да, вот, оно как-то, вот освещается, это, сказать, это венчание, да, сочетание, вот, говорит, что это такое за таинство брака, вот, таинство, допустим, Евхаристии, таинство покаяния, таинство там, или освящения, священство, это таинство брака. Апостол что говорит? Тайна сия, велика есть, велика, что это? Ажи глаголи, во Христа и во церковь. Видите как? Муж здесь прообразует собой образ Христа. Жена, как сказать, церковь, да, как церковь послушна Христу, вот, так и здесь в супружеской жизни Бог так установил, да, видите, то есть, жена в церкви, да, молчит, в церкви, то есть, в обществе там где-то, да, вот, в общей смысле храмовом там, да, так бывает, она апостол не могла что-то говорить, и обучать, или что-то говорить, это вопрос другого сказать, порядка, да, вот, а это, говорит, церковь где, да, это образ, прообраз Христа и церкви, отсюда взаимоотношения, да, вот, как говоришь, в жизни, каковы, а таковы, как они в церкви совершаются, да, как Христос и церковь, и здесь вот эта семья, супружество, венчание, оно, как сказать, сказать, внушает и освящает, и деторождение, как церковь, да, чадо, постоянно благовестуется, слово Божие, рождаются для жизни вечной, жизни, чадо Божие, сыны Божие, да, так и здесь, это, как сказать, это, как-то именуется, так сказать, образ, ну, прям настоящая церковь, малая, если она правильно живет по закону, то это церковь, а может быть, юридическая какая-то у вас церковь, так загнули, вот куда-то такой муж, одно говорит, там это жена, другое, так и бывает, какую-то секту уклонились, к примеру, сказать, а то и атеизм, там сказать, да Бога нету, там, повенчали, да ладно, там сказали, мы по традиции, там и так далее, да, а это, таинство великое, если здесь правильно в семье исполняется жизнь по закону церковному, который Христос, сдал, как мы сейчас говорили, по заповедям, да, здесь очень удобно, наиболее удобно, скажите, вот каждый мужчина, женщина имеет семь, каждый имеет свою маленькую, сказать, ну, как бы сказать, общиночку, где очень удобно, все вот, немного себе не надо, энергии много, на всех распространять, вот они, твоя супруга, как Христос церковь, говорит, мужи любите своей жены, якожи Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, да, ну, очистив баню в одной, то есть крещением, словом истины, да, так и здесь забота, сказать, мужа в этом, да, но смотрите, великое дело церкви, здесь, сказать, супруга, на нее возлагается громад, как на церковь возлагается рождение, животворение, сказать, чад, да, так и здесь, матерь, супруга, рождение детей, вместе, это вся жизнь церковная, да, апостол говорит, честна женитва, ложа не скверна, здесь ничего, что Бог сотворил, чтобы смотреть на что-то скверное, но, говорят, блудники, всякие сквернители, царствие Божие, не наследуют, живите по закону Божию, как это сказать, Богом установлено, как это полагается, вот, все по церковному, да, должно быть, вот отсюда, сказать, и само венчание, да, как сказать, во церковлении, сказать, таинство установления, а дальше, вся супруга, она уже распорядочек, весь, в Слове Божьем, из древних времен, от сотворения даже, сказать, и Адама, и Евы, да, ну, вот, и вот это очень важно, а как это жить, ну, все, расписано, только опять надо молиться, и жить, как говорится, в мире, другую, сказать, ну, чтобы не было, сказать, жена да боится мужа, не в таком, где, как деспота какого, ну, не может быть, а бы как в церковь, Христос, смотрите, церковь, что как, будет ли дерзко себя, как-то сказать, как-то вести, и здесь в природе самой, да, она, очень это важно, для воспитания, вот, окружающих, как отношения, да, должны быть, да, ну, вот, вот приблизительно, ну, я хотел сказать, наиболее кратко, как сказать, как руководствоваться, как вы говорите, вот в самом процессе жизни, да вот он, закон Божий, церковь, и знаете, четко апостол говорит, тайна сия велика, а уже глаголи, это тайна в образ Христа и церкви, вот это ответ, так что всякая семья, венчаны, в образ Христа, это, мы же назовем ее малая церковь, даже она, хоть малая, но реальная, настоящая, это церковь, да, только чтобы в ересь не впадать, в секту какую-нибудь, как только уклонились от закона Божия, это то же самое, что какие-то там эти, юридики там, протестанты, сектанты, или куда только не понесет, а как все исполняется по закону, по церковному, все, Господь помогает, и детишки воспитываются, тоже бывает, как бы, ну, сказать бывает, в семье не без урода, но молитва и забота, сказать, родители, дети, громадное значение, а у детей, чрезвычайно важно, почтение к родителям, если этого не будет, вот в семье этой малой, то человек возрастает, он не может себе вместить сердечного почтения, любви к Богу, постарше, ребенку очень просто, по природе, почитать, доверяться родителям, возрастает, дальше родители, преклонно возраст, сама природа, надо помочь, пожалеть, заболели там родители, и все, природа нас прям учит к духовному подводе, они готовы, им легко принять закон, то прям, все они исполняют, ой, как хорошо, понятно, как только воспитываются в непочтении, в дерзости, что там написано, непонятно, странно как-то, не вмещать, поэтому очень важно это дело, да, в отношении супруга, иметь попечение, кто он, в отношении священнослужения, говорит, если, говорит, он, говорит, не может управить своей домашней, да, вот это, ну и назови ее, хотя она, ну церковью, как может церковью ее управлять, да, или руководить, значит, начинается первое упражнение, это духовная работа над собою и над своими детишками, вот в семье, а дальше там и окружающие, там и друг с другом общениями, вот эти важные вещи, они нужны. Ну а развенчание, а развенчание, что такое? Это вообще бывает такое понятие, развенчание? Развод? Да что там развенчание, бывает такое, что возьмет там и застрелит свою жену, а дать, а мужа застрелит, такие вещи бывают, и такое бывает, что об этом говорить? Ну если, что ж они, что-то развенчали? Ну это уже, как сказать, когда жизнь невозможна, нарушили или сказать, кто-то в чем погрешает? Ну что об этом говорить? Это уже вопросы, сказать, другого, сказать, порядка, которые бывают. Ни с того, ни с сего взяли, да развенчали, да, вот они живут хорошо, кто-то их развенчает. Ну, если Бог сочетал, сказано, человек, да, не разлучает, да, а если уже сами кто-то такой виноват, то берет на себе большую вину, да, но, сказать, кто-то из них там погрешил, а другой не виноват, ну что уж ему придется, что, оставаться так? Нет, там ему позволяется, поскольку он не нарушил там другому супругу, который, вступить в второй, сказать, брак, вот, а тот, кто, сказать, нарушил, он понесет, сказать, соответствующий. И заново венчаться, получается? Заново венчаться с новым человеком? Ну, ну, скажем там, сказать, супруг там изменил, и жить нельзя совершенно, да, или безобразничать, да, невозможно, да, произошел, сказать, развод, да, и так что церковь, да, видит, считает, это есть основание, чтобы расторгнуть брак, расторгается, да, ну, человек, который, если он, так сказать, ну, супруг один, ну, не виноват, ему позволяется вступить в супружество, он может второй раз вступить в супружество, да, ну, конечно, это как позволение, да, а если другой, так, ну, что мы там будем делать, если человек, тоже может, как бы так, осознал свою вину, ну, бывает и такое осознал, сколько прошло времени, тут уже возвращаться обратно, что, ну, может, если пока я не пришел, можно церковь по канонам рассматривать, может, и другому супругу разрешить, ну, это уже дело, ну, сказать, своего, так сказать, поведения свободного, кто чего там, на это есть церковные правила, каноны, как поступать, как в каждом в отдельности. Батюшка, скажите вопрос такой еще, как русская православная церковь и вот отношения староверов сейчас, скажем, старобрядцев, старобрядцев, ну, как сказать, ну, тут старобрядцы, ну, как сказать, ну, тут, там у них толков больно много, там сколько, ряд разных старобрядчостей, толки какие-то, да, даже я не могу даже перечислить, что-то есть австрийского толка, какого-то, еще там толка, да, но у нас в нашей, сказать, православной церкви приемлются, сказать, ну, сказать, поправно, единоверцы, старобрядцы, называемые единоверцы, то есть, которые, сказать, ну, нет у них оснований, чтобы их причислять каким-то, сказать, ну, прям, еретикам, такие, сказать, единоверцы, старобрядцы, они допускаются, даже, сказать, и в семинарии, сказать, обучаются, ну, вот таковые, а есть и старобрядцы, которые такого толка, что уж не знаю, до окрасти, бестолковщина бывает, да, ну, ну, я не знаю, может, отвлекусь, но у меня со старобрядцами, как-то, когда еще было лавры, были такие, не знаю почему, вот, ну, какое-то времечко, они ко мне подходили, вроде так, вот, наиспать, ту беседу, как поговоришь, то ли испать, то ли беседа, потом, как-то подходит ко мне, говорит, там, это, вот, батюшка, а, может, вы будете у нас, у этих, старобрядцев, староверов, начетчиком, и говорит, слушай, что вы говорите, какой же я начетчик, я же православный, а я буду у вас начетчиком, ну, начетчик, то есть, наставник какой-то, или что у них, я до конца, что там, разумеется, я говорю, ну, у вас там разные толки, я у вас буду там, значит, ну, беседовать, я говорю, ну, я не против, ну, приходить, когда что-то побеседовать с вами, там, ладно, а каким-то начетчиком, ну, друзья мои, что ли, я и так вот, здесь, зачем мне, вот, ну, 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 мы будем приходить, ну, приходите, ладно, однажды приходит, вопрос, говорит, батюшка, говорит, ты зашел в храм, говорит, а вас там стоит, за аналоем, бес, читает, я сразу понял, в чем тут дело, да, вот, что такое, да, и спрашивать не стал, это, знаете, бывает, вот, читает, Господи помилуй, Господи помилуй, ты что, ты что-то беснуешь, что произноси, нормально, их это смущает, да, быстро, Господи помилуй, бессмысленно, надо читать, это все-таки, как нормально, это церковное, православное, сказать, обучает, слово Божие, так сказать, молитвы, ну, не то, что медлить очень, да, но так, чтобы было разумно, вот, я-то говорю, ну, слушай, если что, бес читает, то почему бес читает, это, во-первых, это не обвинять церковь-то, православную, в этом нельзя, мы можем, это грех, вот его чтиться, что он так читает, а не потому, что церковь его православная, так учат, чтобы он читал, а вы относите это к церкви, вы разумеете, что это несправедливо, ну, да, это вроде стало доходить, там, что-то такое, да, ну, ну, потом, что-то такое у них там возникло, какие-то еще, помню, вопросы, что-то о благодатном огне, тут, ну, тоже вопрос ошел, ну, православным же ведь, так сказать, смотрите, столько времени, только православным архи, никаким там, католикам, никому-то благодатный огонечек, вот им тоже, да где это, ну, как это, чтобы было, ну, думаю, господи, помимо времени нет, ну, после, сказать, там, после обеда, я, ладно, подождите, думаю, в библиотеку зайду, библиотеку, вы представляете, удивительно, как, в библиотеку захожу, я заведующий библиотекой лаврской, там братья кое-какие сочинения там ищут, ну, я говорю, ну, вы помолитесь, мне вот надо что-то о благодатном огне, вот, старобрядцам надо, что, где мне вот отыскать, ну, кто-то по каталогу, надо искать там, где-то, знаете, сложно, ну, где это найдешь, я говорю, ну, помолитесь, уж вы так и сам так, помолился, думаю, господи, ну, где, куда, кто это молился, столько книг там, тысячи, да, руку протягивал, о, туда на полку поднялся, вытаскивает, о благодатном огне, прямо на этом же открыл, да, что о благодатном огне, сошествии, да, и там же старобрядцам написано, что, вот, они как-то удивлялись, в свое времечко, а потом, когда удостоверились, их это тронуло, ну, вот, я вот принес, я говорю, вот, говорю, вот, за ваши молитвы, вот, вы усердно ищите, Господь, вот, ну, почитайте, почитали, да, да, ну, потом, какое-то времечко, уже меня сюда назначили, в Оптины, я, и вот, однажды, еду, в Москву, по делам, да, и вот, на по трассе, вот, там уже, это, еду, и в одном месте, где-то проезжаем, один человек стоит, руку поднимает, то есть, его подвести, ну, я думаю, ну, что ж, ману, машина, место ездил, ну, что ж, давай, говорю, мы останавливаемся, так, так, мы остановились, садиться, оказывается, это старобрядец, который был, сел, меня узнал, и рассказывает, а я был в каком-то толке, а теперь отказался от этого, толк, вот, ну, вот попал на дороге, да, хоть и известил, вот, видите, я про что говорю, и среди них, да, вот эти, разные, вот эти толки, которые не оправданы, об этом со старобрядцах, преподобный Серафим Саровский, немало говорил, переживал, потому что слишком крайнее, такое увлечение, да, вот этим, значит, обрядоваясь, слишком она переходит границы, да, беспоповцы вот у них, да, отвергают, ну, слушайте, ну, как, может доходить до какой-то степени, такое, недопустимо это, да, вот, ну, вот, кратко, немножечко, вот я об этом скажу, но я хочу что сказать, те, которые, вот, как сказать, не увлекаются слишком, так сказать, обрядами, да, ну, тоже я вот говорю, вы, вот, старобрядцы, вот, есть, старобрядцы, вот, которые, бороды, знаете, столько осуждают, не стригут, а вы-то, вот, бороды-то, бреетесь, ну, да, да, вот, мы что-то нарушаем, ну, смотрите, вот, опять нарушают, куда же вам деваться, да, да, ну, как-нибудь, так аккуратненько, да, вот, такие вот вещи, которые, да, ну, и другие, да, но, церковь, смотрите, как благоразумно, церковь хочет, вот, печется о спасении, как и Господь говорит, не налагать, вот, бремена тяжелые, неудобоносимые, потому и церковь, единоверцы, принимают у них, вот, да, и я знаю, что в семинарии, даже при моем временечко, их допускали до обучения, потому что они не отвергают священства, и все у них есть, только какая-то внешняя обрядовая, ну, что ж, бороды стрижете, или не стрижете, ну, делайте, но за этим не будем мы цепляться, в таком плане, ну, а когда уже грубые нарушения, что священства нет, или еще что-то такое, так, все, ну, это недопустимо, конечно, и потом приходит временечко, кто-то из них, вот, как-то приходит в разумение, да, обращается уже, я говорю, ты попал на дорогу, теперь, говорит, был беспоповец, а теперь все, стал единоверцем, да, уже, ну, вот кратенько уж мы об этом, спасибо. Владыка, у меня такой вопрос, вот, мы все молимся о усопших наших родственников, да, и те, которые умерли в православной вере, как бы у нас есть такое упование, что Господь их помилует, помолит вам церкви, потому что церковь молится, мы как-то молимся, а если вот, ну, в советское время женились, знаете, вера разная была, вот у меня лично отец, и бабушка, дедушка по этой линии, они католики все, были, и вот папа умер, и я вот все время думаю, как я могу, чем душе я могу его помочь, и, собственно говоря, дедушкам своим, потому что я переживаю за них, как можно помочь им? Вот, оптинские старцы, в общем-то все, но кто-то, по-моему, преподобный Амвросия, даже, вот такой ответ, в отношении самоубийц, слышите, даже самоубийц, говорит, и за них можно помолиться, да, особенно родственникам, но с оговоркой, Господи, если молитва не во грех, упокой, Господи, душу усопшую, знаете, я скажу, настолько бывает тяжело, бывает самоубийца, да, а какая-то такая причина, что у него, может быть, я бы сказал, ну, болезнь какая-то, такая, может, физиология, этот человек просто не выдержит, я скажу так, что даже у нас, я часто вспоминаю, вот, один рабочий, ну, как хотите, Николай, я не могу, вот, ну, добрей, что он всегда здесь работал, по бригаде, я знаю, очень, вдруг у него, вот, такое случилось, вот, сообщили, ну, как я, вот, из души, вот, я его, я не могу выкинуть, да, у него была какая-то вера, он, ну, как сказать, совсем не молиться, ну, слушайте, это как-то, это невместимо, непонятно, да, но с оговоркой-то, ну, всегда можно, в отношении здесь, и сказать, а тем более, родители или близкие, если ты скажешь, сказать, нам трудно разобраться, бывает, сказать, еретик до такой глубины, запутается, да, или, сказать, озлобиться, что нам трудно разобраться, а простая оговорочка, да, с любовью, как сказать, Господи, если не во грех, сам ты, Господи, не знаю, тем более, если они, хоть, они же Бога не отрицали, не отрицали, Христа не отрицали, в каких-то догматах, еще разобраться там, понимали ли они еще толком-то, что такое папская непогрешимость, в чем ее там грех, в чем-то, бывает такое, люди по, сказать, традиции, вот, сказать, да, но когда близкие родственники, да, кто бы они ни были, даже у тебя там католики, даже, может, там они, и сказать, магометане, или я даже не знаю, кто они, это индуисты, или, как назови, как очень буддисты, а, может быть, а, может быть, как сказать, были близкие, дорогие, с оговоркой, как-то сказать, господи, господи, сам ты знаешь, как спасти, вон, макарий египетский, молился, смотрите, изо всех лиц, как-то, идольский жрец, череп, да, лежит на песке, макарий поражен, жалко человека, как, кто это, и, как молитву-то, вознес, и вдруг голос слышит, макарий, когда ты молишься о нас, а ты кто, нам, говорит, хорошо бывает, а я, говорит, был идольский жрец, представляете, да, идолопоклонник, сам жрец, то есть, какой-то у них начальник, там, да, но, говорит, когда ты молишься, нам бывает, а под нами, еще в глубине, там, крещеные, говорят, христиане, глубже их, за этого молиться, или за тех, смотрите, даже, они приняли крещение, имели веру, оказались хуже этого, идолопоклонник. Владыка, скажите, могу я за него псалтирь читать? Что? Могу я за своего родителя псалтирь читать? Я считаю, что в отношении, вот, здесь, ну, все-таки, это какой-то, самое наиболее близкое, христианское, я считаю бы, что помолиться, и псалтирку почитать, я считаю бы, что это можно, но это мое, я не хочу это выдавать, на какое-то общее, потому что это может быть у одних толк такой, у других такой, а я считаю так, что, все-таки, сказать, смотря, опять, вот, в какой мере, как на сердце, оговоркой, с оговоркой, когда ты говоришь, да, Господи, если не во грех, прими, если не во грех, я, вот, то, что я читаю, почему я все-таки, не псалтирь читаю, что это такое, ты читаешь? Это то же самое, что ты вот, своими словами, желаешь, да, а псалтирька, ну, как бы сказать, что, насколько возможно, если тебе, Господи, чтобы им вменилось что-то, да, может, что-то очистить, ну, смотрите, вон, ведь мы находим даже примеры, когда, скажем, он какой-то был император, да, идолопоклонник, да, скончался, там, сказать, за него, сказать, молилась, да, ему вменилось, даже уже по смерти в крещении, такие даже находим слова, вещи, значит, кто-то как молился, как он только слова ли говорил, что-то употреблял, ну, что тебе на сердце положат, Господь, но с оговорочкой, Господи, ты все знаешь лучше, так ли, но только чтобы, если я погрешаю в чем-то, чтобы мне не вменилось, я только по любви, да. Я почему, Владыка, еще этот вопрос подняла, потому что, мы читаем, что вот, все же наша царская семья, там, Елизавета Великомучинца, у них же были другой веры, родственники все, да, и у Луки Крымского, у Ясеницкого, у Луки Ясеницкого, отец был католиком, и я все время об этом думаю, они же не могли не молиться о своих родных, как-то же они молились, сами тоже. Ну, как-то молились, конечно, но мы говорим, они там как-то, как-то молились, но мы и тут, и здесь говорим, да, и каждый может как-то, как-то, и на все эти как-то можем говорить один, Господи, если не во грех, вот и все, а как ты будешь псалтир читать, или может еще что-то ты почитаешь, уж как-то-то, но только с оговорочкой, это будет уже спокойно, и потом это опять даже говорим, да, слушайте, даже кто-то, он не крещеный, а знаете, как душа болит, близкий, такой был добрейший человек, ну, кто знает, может, это вот где-то сказать, проповедь, то ведь, сказать, Евангелие, она и там, в преисподней совершается, человек делал добрые дела, даже по природе, говорит, язычники, не зная закона, естеством, законное творят, это не означает, это не означает, что они прямо на какую-то высоту поднимаются, но, говорит, и они, апостол Петр говорит, во всяком народе, боясь Бога, и делающий правду, приятен Ему, значит, все-таки Ему приятно, те, которые, даже язычники, делают добро, а на этом основании, приятны, то, значит, и наша молитва, хоть какая-то с оговоркой, за них, будет Богу приятно, но, это, суть Божия, это, кого где поставить, вверху, внизу, или, как апостол, говорит, посади, Господи, одного по левую, по правую, говорит, кому уготовано, Бог знает, где кому, какой мест, но помолиться, оказать любовь, сказать, ближнему, да, хоть с этой оговоркой, ну, скажите, как это можно, как бы ни, мы же часто встречаем, да, встречаем, да, что-то там далеко ходить, когда бывает, вот, где-то в семье, среди родственников, какой-то такой, неверующий атеист, да, а вот он хороший, добрейший человек, ну, душа разрывает, ну, как за него помолиться, ну, как-то надо помолиться, да, наступает какое-то времечко, что-то у него изменение, Господь так коснулся, и он, даже, может, при последнем издыхании, даже нам-то, может, и неизвестно, может, он и не мог сказать, а в душе своей что-то, поэтому Богу ведомо только сердце, а для нас настоящая, полная любовь, но не самонадеянно, чтобы это было, мы Богу доверяем, Господи, всем человеком хочешь спастись, поэтому и здесь, ну, как сказать, ближний, ну, какой бы он ни был, пусть он, так сказать, какой-то иноверец, а он тебе столько сделал, что-то добра, прям сказать, ну, смерть бы тебя, или ты, скажи, с голоду бы умер, а вот он что-то помогал, ну, слушайте, ну, вроде можно, сказать, оставить без внимания, без молитвы, даже скончался он, а человек, а хоть как-то за него что-то надо, ведь как-то помолиться, оставить, нет, нельзя молиться, слушай, по милостунию принимать можно было, да, а здесь вот нельзя, поэтому здесь какая бы вера, близкие отношения, да, ну, в таком плане должно быть рассуждение, это говорит нам что, природа наша, Богом, да, на самом совести, и к людям, к животным, к природе, все должно быть так, ну, отношения, как Божье творение в природе, и человека Господь сотворил, вот, а Бог всех милует, всем сказать, конечно, нельзя сказать, категорически сказать, нет, нельзя, да, как это может, тем более близкие, вот они, да, да, как это, естественно даже произнести, находить способ какой-то, чтобы на совести был, конечно, надо самой, а что ценно, я скажу, вот в молитве, если у человека, у самой, правильное понятие, истинной веры, православие, то молитва будет сильная, если она будет отколеблемая, да, или какая-то не совсем вопрос, в православии что-то понятное, скользкие, сомнительные молитвы, будет недоходчиво, да, о, макарьи, египетские, такая вера, так сказать, истинно, поэтому, она этому язычнику помогала, тогда Бог ее принимает, в полной мере, значит, самая полезная молитва, будет, когда сам человек стоит ясно, в истине, а ясно, это только дар Божий бывает, ну нет, ну что возможно, хоть оговорочку, такую, с нас, давай погромче, а то там далеко тут, а вот так вот, например, молиться за убийц, что? за убийц, как молиться, если близкий человек убийца, и продолжает, дальше, вести такой же образ жизни, ну как молиться, наемник, наемник, и так бы, вот, тяжело вообще, это и для семьи, и, ну, ну что мы будем говорить, вопрос, сказать, убийца, как молиться, кто бы то ни был, но, сказать, молиться все равно, мы должны, и сказать, что не молиться, какой там убийца, там, ну какой-то злодей, но самое страшное, все-таки, это после смерти, что ожидает человека, но помолиться, пожелать человеку, это нужно, а в отношении убийства, скажите, ненавидя брата своего, уже человек-убийца, говори, слово Божие, ну, а смотрите, сколько человек-убийца, вот тут приходит, какая-то, говорит, кается на исповеди, да я, ничего, говорит, кровь никогда, говорит, не поделит, клопа, говорит, не раздавила, никогда, чтобы кровь не проливала, у меня где-то нету, сказать, грехов, вот в этом, я, говорит, сознаю себя совершенно, вот, ну, не повинной, ну, никакого, сказать, ни таракана, никого, вот, ну, я не могу, нет, нет, вот у меня, сказать, ну, спрашивают, а у тебя-то это, аборты-то были? Ну, а кто сейчас не делает? Облудные, ну, а кто сейчас не делает? А, говорит, она кровь не проливает, ни одного клопа не убила, клопов не убила, а сколько же ты душ-то погубил? И не замечает, и говорит, а сколько таковых убийц, если посчитать? Как замолиться-то, вот, сказать, за них? Это тоже вот аналогичный вот вопрос-то, да? Что бросить, что ли, всех, не молиться? Ну, что ж, да, это я опять говорю, ладно, сказать, вот так наглядно, а всякие ненавидящие брата тоже есть, человек-убийца, сколько, да все мы, возьми внимание, все как человек-убийца, одним словом можно еще больше убить человека, и погубить, сделать вред, для души, слово, сказать, да, неуместно, или как-то сказано, со злобой, да? вот видите, ну, потому, сказать, ну, как сказать, составить совершенно, убил там человека, или как угодно, ну, скажите, ну, 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 как можно без молиться, нужно молиться, неизбежно, но опять сказать, ну, ну, как угодно, но все равно молиться, говорит, об этом что же говорить, ну, может, еще вопросик аналогичный, смертный грех, есть такое понятие, смертный грех, вот говорят, смертный грех, и как же человеку жить с этим смертным грехом, он же получается, что, внимательно, надо, надо читать, изучать Слово Божие, вот, Господь говорит, всяк грех и хула, проститься человек, а я же на Духа Святаго хула, не проститься, не в семь веке, не в будущем, но повинен есть вечному осуждение, да, потому, вот в этих словах Господь не очень показывается ясно, ну, понятие смертного греха, или, вот всяк грех, ну, вот тяжелый, даже, смотрите, мы назовем так, ну, это тяжелейшее преступление, а когда человек произносит хулу, допустим, явное чудо, как Господь силою Духа Святаго изгоняет бесов, а они, говорят, силою Велизевула там, да, да, изгоняет, это хула на Духа Святаго, не прощается, вот уже, вот, ну, ну, приблизительно, вот в таком плане, так сказать, рассуждать, да, можно, конечно, это не то, что означает, может быть, смертный грех, и не только, что-то хула, потому, что разграничить, какой-то, мы говорим, вот человек-убийство, там, допустим, да, это тоже своего рода хула на Духа Святаго, если Бог сотворил, как говорит, ни одна свинья-собака этого не делает, да, а человек, имеющий разум, это делает, что это? И здесь можно, смотря кому, Бог может усмотреть, здесь тоже может быть хула на Духа Святаго, ну, и потом, другое дело, когда бывает, человек недостойный, подходит к причащению, апостол говорит, а то, говорит, и многие болеют, и умирают, что недостойно причащаются, умирают, опять мы можем рассудить, но это смерть, ладно, телесная, а смерть духовная, ну, может быть, еще будет, но это бонусный ответ, но, в принципе, так сказать, для более, сказать, нашего доступного, вместимого понятия, вот эти слова в памяти держать, всяк, грех и пулы, отпустите человеку, да, если он кается, как-то исправляется, а вот на Духа Святаго Хула, на Бога явное, когда совершается какое-то чудо, то это уже Хула, это уже кощунство, но уже, уже, выменяется, это сам Господь говорит, да, и здесь быть весьма осторож, потому что здесь уже человек, явно, как сказать, встает против Бога, да, совершается чудо, он понимает, и в то же время, значит, противится, да, ну, как сказать, сатана, знает, видит, а все равно в истине не стоит, да, все равно хулиет, если человек в этом, так сказать, уподобляется, вот смертный, вот этот грех, что делать таким людям, которые вот, по неразумию или по юности, все-таки, погромче, хулили Господа, да, может быть, даже отталкивали, отвергали его, то есть, понимая сердцем то, что он есть, все равно, ну, не знаю, из злобы, может быть, отталкивали Господа от себя, уговорили, опять это Господь рассудит, конечно, бывает и такое, что человек, ну, как по навыку, по ожесточению, или в дурном воспитании, в дурном обществе, что только произносил, ну, здесь, можно быть, как сказать, как Господь на кресте молился Отцу Небесному, Отче, прости им, не ведет, во что творят, вот полагать, что просто так Господь произнес эти слова, конечно, нет, значит, действительно, здесь них, вот этих распинателей, даже не ведали толком, что творили, и потом, вменить во всю полноту, сказать, преступление, да, как хула на Духа Святаго, один Бог ведает в глубине, да, ну, значит, кому-то, сказать, может быть, отпустится, несомненно, раз Господь молился, да, что-то кому-то отпустится, а кому-то, может, и нет, вот, поэтому, и так и здесь, где-то, сказать, бывает, по ожесточению сердечному, а бывает и по какой-то болезненности, а бывает еще, даже, как сказать, какая-то причина там была такая, значит, вот какой-то злой навык там наркотиков наглотался, то ли можно ему вменять в какую меру, или за что его там наказывать за наркотики, или за хулу, или, знаете, там это, что, но просто так, сказать, не проходит, все равно придется что-то испить горькое, да, чтобы очистить себе, так же, как и разбойник на кресте, да, ну, страдал, а другой вот и на кресте висел, да, страдал, распинался, страдания ему не принесли ничего пользы, ну, 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 что там, погромче, меня мучает один вопрос, я долго не решалась, задать его мне, я приехала с Казахстана, приняла здесь крещение, что, что? я приехала сама с Казахстана, так, здесь приняла крещение, в Боптине, ага, вот, муж у меня тоже крещеный, дети, трое детей у меня, меня все не отлучили, сама под национальностью казашка, в Казахстане вера у нас ислам, исламская вера, сейчас там, где я живу, нас очень с этим вырезают, даже казахов, ну, просто режут, за то, что они не читают пятикратный намаз, я же давным, до лет 12 верю в Христа, приняла крещение, только вот недавно, только один вопрос мне не дает покоя, мои братья мусульмане, один брат мусульман, и мне говорили, раз Бог дал тебе такой национальный, создал тебе казашкой, почему ты воспротивилась и приняла другую веру, почему ты не придевала, я на этот вопрос отвечала, и на все, к национальности не прикрепляется вера, вера это выбор каждого человека, но теперь я, мне на груди крест я ношу, дети не могут носить, маленькие тем более, в садик они ходят, потеряют, кто-нибудь увидит, может с ними несчастье произойти, вот я домой поеду, как мне быть, я иконы не могу поставить, но я так хочу, чтобы они у меня в уголке стояли, я могу, я только достану, помолюсь, даже послушать наушниках, и то в автобусе, вдруг случайно в сумке нажмется, вот когда Акафис я слушала, было такое, и сложно в Казахстане с этим, вот и не крестили меня именем, а называют сестры меня по имени, а там я буду иной именем, какой-то двояк, как в советские времена. Тебя как звать-то? Мария. Мария? Да. Мария, ну, ты вот говоришь, собственно, нам не то, что прям особое, совсем вот, в недавние времена, даже здесь вот, в России, такое было, атеистическое, такое гонение, что люди не могли слов произнести где-то, что-то о Боге, да, а сколько в лагерях, в тюрьмах погибло, сколько были расстреляны, сколько поубивались, да, и это не то, что что-то новое здесь вот, ну, это происходит, совершается, да, ну, что же делать, говорит, в мире скорбнее будете, Господь говорит, не убей, не бойся, вот убивающих тело души, не могущих убить, да, но это не означает, что нужно, прям что-то такое, прям выпячивать свое, в мире сил, как возможно, сказать, храни свою веру, да, никого там сказать, не сказать, ну, не травмируя, насколько это возможно, ну, это не только тебе, там, другим, все где-то в разных странах, в разных, ну, так вот именно приходится, вот поступать, как-то приноравливаться к тем социальным условиям, да, да, но знать, веровать, что все в руках Божьей, Господь говорит, волос с головы вашей не пойдет, безволен, а, сказать, умереть-то так или иначе, всем придется, все равно, вот, кому, как сказать, Господь, определи, вот это, тут уж мы, сказать, не в нашей, сказать, власти, нашей власти только что, Господи, да будет Твоя святая воля, вот это самое, только так, укрепи, Господи, умудри, как себя держать, как себя, сказать, в этой обстановке, но себя держать, да, ну, ну, только так, ну, а уж кого-то раздражать, или там, вы, 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 опять, никакого здесь, сказать, смысла, или, какого, или, сказать, требования, какого-то, ну, со стороны церкви нет, ну, как ты можешь, так себе держи, бывает такое, что у человека вообще-то никто не знает, что он там верует, живет себе, как может, да, по вере, ну, ну, вот так вот только вот можно сказать, а молиться-то, конечно, мы все равно должны, за всех, и за кто там вокруг вас, окружающий, ну, ну, по-настоящему начать, если разобраться, сказать, само это вероучение христианское, там, магометанское, ну, уж многократно, сказать, уже из давних времен, исследовано, испытано, в чем, сказать, сказать, ну, не место сейчас всех там разбирать, все эти вопросы, но, когда внимательно так вот разбираешь, мы нигде не найдем ничего, ни в одной религии, наиболее убедительного, достоверного, ясного, четкого, как вот, вера православной, да, здесь возьмите, Бог един, один Бог, ну, нельзя сказать, да, затем, спасение, если мы говорим о воскресении, да, слушайте, кто из людей, из пророков, возьмем даже это, магометанство, магомет, да, как пророк, ну, слушайте, он как пророк может действовать, а воскресить себя самого, он может, или друг, мы не берем там этого, Магомета, то же самое, Моисей, Елисей, Авраам, Давид, кого угодно, соберите всех вместе, в кучу, что они могут сделать, все святые пророки, все водами умирают, и никто воскресить не может, и никогда, никто из людей этого не может сделать, это может сделать только Бог, поэтому, поэтому, что потребовалось, вели благочестия тайна, Бога воплощение, Бог воплотился, стал человеком, и поэтому, поскольку он человек, он имеет право, по закону, свободы, это совершенный закон, как апостол Иоанн говорит, вникнем, в закон совершенный, закон свободы, вот мы живем каким законом, свободы, и закон свободы требует, люди согрешили, кто-то из людей, из человека, должен и спасение совершить, а таковых никого нет, ни пророки, никто не в силах это сделать, поэтому, Бог это делает, воплотился, будучи безгрешным, взял на себя грехи, по закону свободы, он человек, взял грехи, будучи безгрешным, и имея силу, воскресил себя, и других он имеет силу, как Бог воскресить, привести к жизни, никто из пророков этого не в силах сделать, и потому Господь говорит, аз есть путь истина, и жизнь, никто же придет к Отцу, только к мамоною, никаким пророкам, а только Богом, воплотившимся Христом, найдите в какой-нибудь религии, вот такую вот вещь, все вот так вот, это какая-то там, когда Бог там все это может, да Бог все может, но Бог дал закон свободы, и сам его не нарушает, не может, нарушит, мы уже не люди, отнимет у нас свободу, у ангелов, или бесов, отнять свободу, они уже, не ангелы, а уже, кто, скоты, или как назвать, которые свободы не имеют, и разум, свобода не отнимается, потому что закон свободы потребовал, Бога воплощения, Бог его исполняет, исполнил, стал человеком, где ты найдешь такую религию, один только Христос, потом, не знаю, насколько мне это, я уже не помню, когда, по-моему, даже где-то уже, я в испанте, в Магометане, они тоже, Христа, говорит, это, Иса, что это, признают его за судью, будущего, грядущего, но я, давно, как-то не касался, не могу как-то вспомнить, вот, но судья, говорит, папостол говорит, да, так, говорит, оставив времена неведения, ныне Бог все народы всех призывает к покаянию, все народы, времена неведения, оставить, говорит, да, почему уже совершилась и проповедь, и знамения, чудеса, все свидетельства, никто не может противоречить, Евангелие благовествуется во всем мире, во всей вселенной, при помощи той же технологии, которая развращает людей, сиди, смотришь, там, это видео, да, какой-то кадр, там, что-то о христианстве, что-то о Боге, а нет, мне это не надо, не надо, вот и твое, а кто-то заинтересовался, то есть проповедь совершается, скажет, а я ничего не знал, как не знал, ты же сидел у мобильника, как программа, тебе не надо было, значит, ты ее не выбрал, но ты знал, тебе сказано, вот идет, что проповедь, во свидетельство, что все были, никто не сказал, что я не знал, и сейчас спрашиваешь, что, не знали, там, что у гроба Господнего со шести благодатного огонька, знают, а как вот, кто проповедовал, да, вот она, технология, все говорит, а пророчество, Господь сказал, род лукавый, прелюбодей, знамение ищет, знамение ему не дастся, кроме одного, как и он, и был в очреве кита, три дня, три ночи, так будет и сын, человеческий, в сердце земли, три дня и три ночи, что это, знамение воскресения, где оно совершает, тут же две тысячи лет, ведь не знали, а знали, да, и не хотели, вот и хула на духу святого, вот, отрицаешь, да, что тут говорит, и потому, говорит, и потом, это наша жизнь, она такая кратенькая, всеми селеночками, всей душой, Господи, на Тебя уповая, везде, всюду рука Божия, пылиночка, она не может существовать, сама по себе, тебе, говорит, гничет четыре, или, говорит, малые птицы, говорит, продаются, там, засорить, так, и ни одна из них не пойдет без воли отца, смотри, о птичках, воробьях каких-то, что напрасно, этот не умрет, говорит, не вы ли, говорит, лучше всех, падче всех птиц, так, что, говорит, и лучше всех воробьев, ничего, с Божьей помощью, помоги, Господи, и заповедует, всегда радуйтесь, постоянно молитесь, молитесь, о как, радуйтесь, говорит, и, говорит, мир возле лежит, но дерзайте, якуаз победив мир, в мире скорб не будете, да, говорит, смотрите, не ужасайтесь, потому что, говорит, ибо всему этому надлежит быть, все вот эти, вот, смотрите, сколько мы видим, жизнь, но постоянно идет эта война, и наша брань, не против плоти и крови, вот люди, да, на них, как враги, нет, наша брань, говорит, против миродержителей, тьмы века сего, против духов злобы поднебесной, во, куда, а люди, это на них нет, акцента особенно не делают, мы должны молиться друг за друг, враги, это духи злобы поднебесной, а духи злобы поднебесной, побеждаются законом, Боже, законом есть, они в истине не стоят, если в тебе истина, туда враг не может, ткнулся, он уже не в ту среду попадает, да, поэтому упражняться в законе Божьем, день и ночь, вот это только и делать, а остальное, кому, когда, сказать, Господь, как это приставится, как апостол говорит, он, даже апостол говорит, желаю разрешить со Христом быти, да, но, как уж, говорит, как Богу ведомо, как удобно, как лучше, Бог знает, вот, все в руках Божьей, вот, помоги, Господи, а ты где, здесь у нас крестилась? ну, 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 давайте, погромче, читаю псалты, он читает очень трудно, и непонятно, стоит ли я его читать, если не понимаю ее? Но на это есть ответ Если ты не понимаешь То бесы понимают и трепещут Так что успокойся Трепещут Ну ты вот не понимаешь А ты вот считаешь А не слышат эти слова И в ужасе Мы многие вещи не понимаем Даже нельзя сказать Что мы можем всю глубину Слово Божие вместить Проходит десятки лет И только доходит до сознания Вот я привозил пример Ух не один раз привожу Но читаем вот В Евангелии Господь говорит Тать не приходит Разве да украдет И убьет и погубит А спреедок Да живот имут И лиши имут Жизнь имеют И больше жизни Что ж такое это больше жизни Ну не понимают А бесы понимают А я вот еще не понимаю Уж сколько 40 лет это больше 45 лет Наверное пока О монастыре И никак не могу понять Только вот недавно В прошлом году Дошло Да Ну что ж это больше жизни Читаю читаю Ближше Что там больше жизни Что же такое Что Господь говорит Жизнь имеют И больше жизни Вечность А? Вечность Был здесь Был здесь В алтаре Я сидим Шестапсалми И читают Ох Услыхаю Что такое Больше жизни Ну Милость твоя Господи Пачи живот То есть больше жизни Милость Слышите Вон Сколько Десятки лет Милость Скажите Что это за жизнь Без милости Безы имеют Эту жизнь Потому и Господь Адаму Как бы он не сорвал Это Из древа Жизнь И не стал бы жить Вечно Ну-ка Вон его Он стал бы жить Но милости бы не имел Что это за жизнь Вот Идите-ка Вот здесь Потолкитесь Узнайте Что такое Почем фунт лиха И что такое И что такое Милость Божия И милость Божия Мы будем вовеки Милость-то там нужна Милость твоя Господи Поженет меня Все одни Живота моего И здесь и вовеки Милость Мы милостью живем Мы не какое-то За какие-то дела Мы сделали Господи давай Я заработал Ты мне давай Там это Да Нет Мы только по милости По любви Божией Да Да Вот она Смотрите Потому Вот я на это вопрос Спрашиваю Псалтирь Какую-то мы читаем Бывают многие вещи Их надо растолковать Что-то мы много Не понимаем Да Но я кратко Конечно Ответил Как Что-то на это Не понимаем Да Но это Божье словечко Мы-то вот Не понимаем Да А смотрите Даже вот Господь По-моему Вот я вот Перед этим Только что читаю Евангелие Или деяния Нет Господь Евангелие По-моему Да Вот Говорит Когда семя Положено В землю Да В землю То человек Посеял там Это Зерно Потом идет Спит Отдыхает Еще И не знает Как оно Прорастает Как оно Восходит Как Колос Образуется Как зерно В колосе Как все это Происходит Да Да Видите Как говорит Так и у нас Мы когда читаем Слово Божие Оно в нас Вот помещается А как оно Действует В нас Да Оно Оно Действует Да И что-то Прорастает Что-то Такое Там Это Возрастает Что-то Образуется Проходит Возраст Какой-то Вдруг Что-то Стало Понятно Хоть Зерно Увидал Да Ну Даже Никуда Попробовал Когда хлеб Вкус Ощутил Вот И уже Получил Да Значит Говорит И мы Когда Ребенок Телесно Возрастает Как это Происходит Все там Идет Так и Духовно Бывает Мы читаем Читаем И может не знаем Как пищу Как она В нас Действует Как она Возрастает Не знаем Но оно Действует И когда мы Читаем Псалтирку Или Слово Божие Оно Нас Животворит Питает И мы Духовно Как-то Изменяемся Возрастаем Проходит Какое-то Времечко Вдруг Человек Чувствует О Там Это Понятно Что-то Это Понятно А как Произошло А потому Что Ты уже В пищу И привык У тебя Сама Природа Тогда Потихонечку И все-таки Знать Всю В полноте Вот Как Звать И Знаете Даже Многие Богословы Святые Отцы Угольники Божии Очень Сказать Мы Если даже Сказать Мало Сподобляемся Какую-то Часть Ныне Капостолу Павел Говорит Мы Видим Как Зерцалом В гадании Через Зеркало А Тогда Лицом К лицу А Сейчас Мы Только Знаете И только Поэтому Многие Вещи Когда Мы Читаем Мы Не Можем Растолковать Вот Говорят Псалтир Ой Говорят На русском Языке Понятно Ничего Тебе Не Понятно Что Ты Понял Ты Только Скажешь Что На английском Что На русском На американском Толкование Это Само Оно Духовное Да Тебе Все равно Русский Или Какой Тебе Должно Все равно Понятно Да Само Толкование Да Ну А Это Приходится Время Когда Господь Вразумит Просветит Душу За труды Как Мария Египетская Вдруг Стала Знать Да Это Дар Божий За Труды За Усердие За То Что Господь Имеет Жажду Как Говорит Жажда Да Градет Ко Мне И Да Пеет Воду Жизни Слово Божие Слово Истины Вот А потому На этот Вот Ответил Он Кратко Вот Хотя Мы Не Понимаем Да Читаем Что Такое Да Но С Любовью С Надеждой С Усердием Он Говорит Беспонимает И Трепещет Ты Говорит Продолжай Говорит Читай Когда Сказать Поймешь Ну у тебя Уже Охрана Ты Читаешь Уже Враг Тебе Не Не По Сердцу Твою Слова Божие Уже Враг Туда Он Занят Он Хочет Тебе Занять Своим А у тебя Там И Вот Это Сказать Наше Содержание Внутреннего Сказать Настроя Души Оно Очень важно Вот Чтобы Она Всегда В нас Сохранялась И Действовала И это Будет Ничто Иное Как Рождение От Бога От Слова Божия Рождение Свыше Как апостол Иоанн Богослов Говорит К своим Приедем Своего Не приедем А тем Которые Приняли Мы дадим Область Чадом Божиим Быть И Которые Не от Плоти Не от Крови Не от Хотения Божия Но От Бога Родились От Бога То есть Семя Слова Божия Будет Оно А как Оно Там Прорастает Как Оно Всходит Как Оно Там Колос Дает И все Прочее Это Трудно Нам И Вникнуть Проследить Ну Это Господь Дает Но За усердие Чтобы Была Как Говорит Ну Во всяком Случай Земля Уж Не Каменистая Как Следить За Смирением И Чтобы Была Жажда 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 И Да Грядет Ко Мне И Да Пиет То есть Желание Стоять В Истине Божией Любовь К Истине Да К Богу Ближнем Ну Ну Вот Видите Уже Почти Два Часа Вот Так Ну Давайте Помолимся Давайте Постойно Истинно Блажите Богородицу Присноблаженную И пренепорочную